Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Тотемы, тотемы, энергия животных эгрегоров, энергия растительных эгрегоров, энергия неорганического мира. Да, вот как-то тотемы. Как вы думаете, некоторые шаманы вешают на себя, ну, какие-то амулетики в виде животных, да, перья, кости. В чем смысл, да, вот в чем реальный смысл? Не просто какое-то странное такое, странное украшение, черепа какие-то. Эгрегоры, близость, союзники, те, кто могут помогать в магической работе. Или войне. Очень важно, да, не просто внешнее, а именно внутреннее содержание. Магические колдовские войны. Некоторые из вас, ну, многие из вас, друзья мои, сталкиваются с тем, что кто-то похищает вашу удачу, кто-то блокирует, закрывает небо, землю, подключается к вашим чакрам, питается вашими ресурсами, энергией, пытается нанести удары, там, делает вашу куклу и наносит там удар в сердце, там, выкалывает вам глаза, что-то такое, да, вот. Вот, колдовские войны. Друзья мои, многие из нас участвуют в таких вот противоборствах, некоторые из них доводят это до болезни, разорения, да, даже до смерти. Так что это на самом деле не шутки, не шутки. Стоит ли, конечно, воевать? Да, конечно, не стоит. В первую очередь нужно прекратить войну внутри себя, и тогда мир наступит и в вашем окружении. Кажется странно, но действительно внутренние противоречия, внутренняя война притягивает вашу жизнь и тех же колдунов, и тех же противников. Поэтому основная задача установить внутри себя этот внутренний штиль, добиться внутренней, внутреннего мира, а потом посмотреть, что произойдет во внешнем. Но пока это для многих из вас недоступно, и в чем-то эти колдовские войны помогают поддерживать вас в тонус, держать вас, заставлять вас работать, заниматься, познавать какие-то знания, опять же, подключаться к эгрегорам различным, пытаться очистить себя, спасти, помочь. Ну, так что же, друзья мои, колдовские войны, вот нынешняя наша тема, может быть, из школы деревенского колдуна, вы, конечно, ждете именно рассказов о капюшоне, но все, все у нас это школа деревенского колдуна или городского, зависит от того, где вы живете и кем вы себя считаете. Ну, драгоценные мои друзья, что же эгрегоры животных и растений? Если вы почитаете, ну, такие сказки, особенно сказки таких народов, которые достаточно близки к природе, там сказки океании, сказки про шаманов, там какие-то якутские, чукотские, там люди ближе к природе. Сказки, ну, так сказать, нашего мира, да, они там много бытовухи, много взаимоотношений, а сказки вот этих народов близки, там океан, там духи. И в них часто показаны тоже вот такие противоборства вот этих колдунов и шаманов, когда, пользуясь эгрегорами, они в какой-то момент превращаются, конечно, не в реальном мире, друзья мои. Это происходит в несколько, так сказать, в мире астральном, когда колдун, имея связь между... С какими-то эгрегорами рыб, животных, стихий может превращаться в мире в каких-то... Ну, принимать образ, да, там, ворона, волка, камня, и таким образом пытаться обмануть, либо противоборствовать колдовским силам, там, духам или колдунам. И часто это там прямо такие схватки, как, знаете, действительно, какой-нибудь ворон и орел встречаются в небе, ворон падает в воду, превращается в рыбу, орел превращается в какую-нибудь, там, большую акулу, там, или еще во что-то, ворон превращается в червяка и залезает под камень, Орел превращается в какую-то каракатицу, обволакивает этот камень, пытается вытянуть этого червяка. Ну вот, и в конце концов, в общем-то, это противоборство может привести к смерти, реальной смерти. То есть человек, который находится, значит, его физическое человеческое тело находится где-то, он находится в трансе, в состоянии сна. И если его в этом мире, как бы, колдовским образом убьют, то и его физическое тело погибнет, да, скорее всего, у него будет инфаркт или инсульт во время сна. И, ну, как бы, его дух, его физическая жизнь, физическое воплощение закончится, да, его дух пойдет дальше. Поэтому, на самом деле, эти колдовские такие войны, ну, на самом деле, имеют, имеют реальное влияние на эту жизнь. Конечно, да, там, может и обычный человек попасть в такую ситуацию, такое тоже бывает. Но все-таки какой-то некий, ну, кодекс, не кодекс колдунов, все-таки колдуны обычных людей по-другому нахлобучивают. Хотя бывает и такое, что приходят и убивают, да, человек просто во сне умирает. Но, значит, для этого шаманы, для этого колдуны стараются заручиться как можно большим количеством союзников, да, у них есть вот эти тотемы. Они дружат с энергией, с эгрегором животных, да, там, к примеру, ворона, волка, медведя, орла, щуки, да, вот. То есть вот это умение, да, подружиться, стать своим, стать тоже в чем-то волком, стать орлом, щукой. С этим связано предрасположение, возможно, то есть обязательно этот дух этого колдуна когда-то имел множество воплощений в теле вот этих животных. Поэтому ему близко это, он может искренне стать. И главное, что вот это, ну, так сказать, союзничество, оно взаимное. То есть через, шаман может посмотреть через глаза ворона, почти любого ворона, подключившись и увидев событие на расстоянии тысячи километров. Ну, если ему что-то надо узнать, да, через этого же ворона можно послать сообщение для шамана, и оно будет доставлено. Да, то есть не этот ворон прилетит, а как бы через эгрегор воронов придет информация, придет изображение, шаман поймет, что происходит дальше, да. То есть умение объединиться, медитировать на эти, в чем-то обращаться, в астральном мире приобретать, ну, как бы вот это тело, тело ворона, летать там, да, бегать, как волк, там, рычать, как медведь. В чем-то даже какие-то ритуальные танцы с бубном вокруг костра, умение перевоплотиться, даже в каких-то случаях может происходить прямое оборочество. Это, конечно, ну, достаточно сложный процесс, когда физическое тело человека приобретает трансформации в определенное время и обращается волка в лесу и может в настоящем физическом мире действовать. Да, но это очень энергозатратно, очень травматично. Переход оттуда сюда, это происходит достаточно редко, поэтому, скорее всего, обычно это некие даже, ну, так называемые фантомы, да, то есть астральные проекции, которые могут тоже в этом мире показаться другим людям, когда, как бы, тело, тело человека приобретает вот эти черты, но оно все-таки не физическое, не физическое, а энергетическое. И отсюда множество легенд, множество событий, хотя это астральное тело, естественно, может даже нанести достаточно серьезные повреждения, ну, если это, если это происходит. Обычно все-таки колдуны, шаманы стараются вот этот вот свои эти не использовать, вот, для просто какого-то там ходить там в полнолуние и пожирать там несчастных людей. Нет, это, это исключительно редко. Для этого, для, даже для таких зловещих способов существует множество других методов. Ну, так все-таки, да, в астральном мире умение, умение, работа. Я знаю, что многие из вас уже что-то пробуют, и в чем-то кто-то может достигать каких-то успехов, понимания, зачем вам это, стать другом для как можно большего количества эгрегоров. Это дает вам и защиту, и оружие. У меня достаточно много, друзья мои, тотемов и друзей. Вы знаете, что энергия дубов очень близка мне, потому что в каких-то жизнях, воплощениях я также был этим замечательным деревом. Энергия врановых, это вороны, это вороны серые, это тоже очень интересные и близкие мне существа. Конечно, энергия собак, энергия волков, энергия гиен, шакалов тоже, друзья мои. Эти замечательные, милые существа являются моими тотемами. Энергия, так сказать, скворцов. Это вообще замечательная птица, которая позволяет достаточно... Если ворона очень часто видно, то скворца вы почти не заметите. То есть можно с помощью эгрегора скворцов наблюдать за многими событиями, совершенно оставаясь незаметным для тех, за кем надо наблюдать. Да, действительно, в реальном физическом мире. И некоторые из вас даже пробуют, ну, к примеру, мне какие-то сообщения, какие-то свои энергии посылать с помощью энергии дубов и воронов. Действительно так, друзья мои, я получаю ваши сообщения, если они сделаны, так сказать, в них вложена энергия. И вот та птица, то дерево воспринимает вас и передает мне... Ну, это, конечно, не смс-ки, не какие-то ммс-ки, да, это больше такой энергетический посыл. Конечно, это не связь, как в нашем мире, она немножко другая. Но ощущение энергии и ваш посыл я, друзья мои, конечно, получаю. Да, что-то я, друзья мои, видите, заболтался. Тема обширнейшая, обширнейшая, которую стоит обсуждать, тем более для людей, которые наработают с энергией, интересуются и колдовством, и магией. Конечно, очень важно научиться. Как этому научиться работать? Да, начинается все с простых медитаций. Да, вы пробуйте, медитируйте, пробуйте представить, почувствовать, сфантазировать себя, да. Вот если это деревья, вы садитесь возле этого дерева и медитируете, да, медитируете, опускаетесь по корням, поднимаетесь к веткам, чувствуете себя таким деревом, ощущаете, дышите просто-напросто, ощущаете, что чувствует дерево. стараетесь подключиться к общему эгрегору, да, вот каких-то деревьев, которые вам близки, там, березы, дубы, осины, яблони, неважно. Как вы, вот, знаете, вот часто такие карты, да, создаются, ну, по годам, как знаки зодиака, да, там, ваше дерево, орех, там, ваш камень, яшма, еще что-нибудь, да, то есть это тоже отголоски вот этих вот колдовских знаний, которые, ну, действительно каждый человек имеет близость с какими-то эгрегорами, но мы это не тренируем, мы это не подключаем, поэтому, в общем-то, эти знания, ну, подчас, ну, просто как забавные такая, забавные вещи, которые интересно прочитать, сказать, да, вот мне близок, там, орех, а мне еще что-то. Но колдуны должны работать, должны работать ежедневно, осознанность должна быть в каждом шаге, да, то есть вы вообще перестаете жить обычной бытовой жизнью, хотя делайте все вещи, да, там, ходите в магазин, общайтесь с родственниками, там, я не знаю, там, с женой, с мужем, с этими, как его, совершайте, да, но делайте это осознанно, то есть вы вкладываете в это энергию и душу, да, вы чувствуете уже не то, что физический мир, вы раздвигаете свои границы, да, и если вы видите, там, ворона, если он вам близок, вы с ним здороваетесь, да, не кричите ему «Здравствуй, ворон», да, мысленно прикасаетесь к его сознанию и посылаете ему это вот свое тепло, и он видит вас и чувствует, да, вот это вот соединение со всем миром, потому что вы уже не человек, вы теряете свою форму, вы и дерево, вы и ворон, вы и камень, вы и червяк дождевой в этом, в земле, вы и крот, нельзя чураться ничем, да, то есть игры-игры насекомых, они вообще, кажется, какие-то мелкие существа, но хорошо быть, там, слоном, там, или, там, медведем, вот, там, вот это мой, мой, а вот быть муравьем, да, что это такое, ну, это вообще позор, там, муравьиный маг, это вообще тут, да, там, мы хотим быть волками, там, какими-нибудь, там, волчицами, одинокими или неодинокими, да, всегда вот такая романтика такая, какая-то, как все в прошлой жизни хотят быть королями да принцессами, так и здесь тоже всем хочется сразу прикоснуться к могучему, да, там, почему не с эгрегором Петрушкиным, а нужно обязательно с дубом познакомиться, да, друзья мои, тоже гордыня человеческая, эгрегоры насекомых очень сильны, очень сильны и влияют на наш мир, потому что инсектойные такие и энергетические сущности могут принести достаточно много вреда человеку, но если вы, как бы, дружите с ними, то, соответственно, и они не нападают на вас, да, вы можете медитировать в лесу и весной, там, и полчаса комаров не будут слетаться на вас, да, то есть вы друг комаров, вы не убийца комаров, не злодей, вы друг комаров. Вот, друзья мои, вот такие колдовские делишки, эх, черемуха цветет, и, да, вот, когда черемуха цветет, всегда прохладно, и сейчас у нас тоже немножко, немножко так прохладно, но это даже хорошо, мы же с вами не боимся холода, эгрегор холода, эгрегор холодной воды тоже наш, да и горячий тоже. Ладно, драгоценные мои, воины колдунов, опасное дело, из которого можно, и, так сказать, и потерять свое, свое физическое тело, но если вы пошли по этому колдовскому пути, то вселенная может предоставить вам и таких противников, которые владеют такими методами и могут попробовать забрать ваш магический потенциал, да, как бы, есть такие охотники, которые, ну, как бы, охотятся за начинающими колдунами и забирают их потенциал, да, вот что-то такое. Им скучно охотиться за простыми людьми, а вот подловить вот такого, вот это, вот это сила. Поэтому опасайтесь, драгоценные мои, опасайтесь, нужно, нужно быть сильным, и нужно быть сильным сразу. Знаете, как бывает, вот черепахи откладывают, морские черепахи откладывают яйца на пляжах, и какой-то момент, когда вот эти черепашата вылезают из, из этого песчаного гнезда, и им, их задача доползти до воды, там они более свободны, там тоже есть хищники, но вот первый шанс доползти до воды, и тут и какие-то чайки, и скапливаются, каких только тварей не прилетает, чтобы полакомиться этими черепашатами. Но и многие не достигают, многие ошибаются, начинают ползти не в ту сторону, да, их там, да и люди могут эти, разорить это гнездо, но вот кто-то доползает до океана, там тоже свои хищники, но кто быстрее научится, кто быстрее овладеет стихией воды и станет уже большой черепахой. Для больших черепах тоже много, много опасностей в этом мире, но мы с вами учимся быть большими черепахами. Ладно, драгоценные мои, извините за столь пространную речь, опять же, опять же, чувство обмотало меня из стороны в сторону, пытаюсь всегда сделать какую-то стройную схему, рассказать о чем-то, но вот это вот подхватывает волна и несет меня по этому ручейку знаний, он течет через меня. Являются ли они моими? Да, конечно же, нет, абсолютно нет. Я вам говорю то, что говорит Вселенная моими словами через меня, да, конечно, это приобретает личностный такой характер, но на самом деле это всего лишь поток Вселенной. Все драгоценные, пока, счастливо!